Здравствуйте, в эфире авторский YouTube-канал «Современный разговор» с Расим Бабаевым и сегодня мы беседуем с директором Центра исследования Южного Кавказа Фархадом Мамедовым. Добрый день, Фархад. Здравствуйте, Расим. Несмотря на то, что лето вроде как время политических каникул, как обычно, у нас все-таки кипит, наоборот. Есть такой фильм «Холодное лето» 1953 года, у нас наоборот горячее лето 2022 года в целях обеспечения теплой зимы 2022 года для европейских государств. Очень много событий, очень много, буквально одно на другое ложится, поэтому я не знаю, с чего начинать. Ну, наверное, начнем с последнего. Саммит в Тегеране, президентов Ирана, Турции и России. Вы, наверное, смотрели, что к этому вело, какие там были заявления и ваше мнение, пожалуйста. Спасибо большое, Расим. Саммит ожидался, потому как после последней очной встречи президентов, которые являются участниками астаминского формата, прошло несколько лет. И на сегодня мы видим, что большое количество вот тех договоренностей, которые были тогда, они не исполняются. У Турции возникли собственные опасения, угрозы относительно сложившейся ситуации. И, конечно, каждая сторона участвовала на саммите, чтобы озвучить свои ожидания и найти какие-то компромиссные решения. Это исключительно вот в сирийском треке, потому как все три страны прекрасно понимают, что нынешняя ситуация, она взрывоопасна с той точки зрения, что Запад в лице в основном Соединенных Штатов Америки, он был бы не против того, чтобы эти три страны столкнулись в Сирии. И мы должны понимать, что есть два вида столкновений. Это столкновение прокси-сил, то есть сил, которые поддерживаются со стороны этих стран, и непосредственное столкновение вооруженных сил этих стран на территории Сирии. Чтобы избежать и первого, и второго варианта, в принципе, и проводился этот сам, накладывало на него большое влияние и современная ситуация, особенно сложившаяся после вторжения России в Украину, экономической войны, объявленной Западом в отношении Российской Федерации, неопределенности вокруг иранской ядерной программы и параллельного визита Байдена в регион, в Израиль, потом в Саудовскую Аравию, попытка инициатива формирования так называемого ближневосточного НАТО. Я бы не сказал бы, что это прям такой антииранский блок, но там представлены арабские страны, которые не совсем ровно дышат в сторону Ирана, ровно так же, как Иран неровно дышит в сторону этих стран. То есть геополитически это все было достаточно динамично и активно. Говорить о том, что это прорывной саммит, в принципе, по итогам и тем заявлениям, которые были сделаны, мы сказать не можем, потому что не были предприняты решения, чтобы снять, например, вопросы турецкой стороны. И по вопросу курдов, то есть максимум, что возможно было добиться, это того, чтобы согласовали, чтобы не давать согласия на создание автономии, какой-то формы, ну, тот же самый пресловутый темы статуса, уже в отношении курдов в Сирии. Позитивом для иранской стороны можно считать, что Турция уже не поднимает вопрос легитимности Башара Асада. То есть какие-то элементы согласованы, но не сняты основные проблемы, что создает, так скажем, возможности, бреши, которыми могут воспользоваться такие страны, как Соединенные Штаты Америки, чтобы создать эту напряженность в Сирии и отвлечь, соответственно, внимание и ресурсы Ирана, и Российской Федерации, и на этот фронт также плюс внести определенный элемент, я бы не сказал бы раскола, но вот недопонимание между Турцией и Российской Федерацией. То есть вот основные элементы вот эти. Ну, еще и российский взгляд более глобальный относительно выстраивания новой оси антизападной, альтернативных глобальных и региональных форматов сотрудничества. Это и БРИКС, и предложенный председателем Китая формат БРИКС+. Иран желает стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждались также региональные вопросы, в том числе и наша тематика по Южному Кавказу и транспортные коридоры, об этом и президент России высказался, относительно строительства недостающих частей железной дороги и так далее. Для, конечно, Южного Кавказа, непосредственно Азербайджана, это было очень важно, потому что эти три страны являются непосредственными соседями региона. И три страны имеют имперское прошлое, которое накладывается на современную политику. Три страны являются участниками формата 3 плюс 3. И невозможно представить себе, чтобы они воевали бы в одной части света, а как минимум не конкурировали бы в нашей части света, в нашем регионе. И поэтому, если этот формат есть, и там есть понимание того, чтобы конкуренция не должна переходить в открытые конфликты, противостояния, это уже хорошо для нашего региона. Как минимум, тот же самый тренд будет сохранен и здесь. Ну, конечно, есть отличия между Сирией, Ближним Востоком и Южным Кавказом. И самым главным отличием является то, что если субъектность Сирии на очень низком уровне, и эти государства на территории Сирии могут предпринимать односторонние действия без согласования с законом, незаконным, но вот правительством Башара Асада, на Южном Кавказе как минимум две страны, это Азербайджан и Грузия, они субъектны. Их субъектность очень высокая. Поэтому, если даже соседи региона будут как-то конкурировать в этом регионе или же там даже конфликтовать, субъектность наших стран, опять же, в первую очередь Азербайджан и Грузии, позволит как минимум снизить планку вот этого конфликта, этой конкуренции до того, чтобы все вопросы решались бы как минимум политико-дипломатическим путем. Время показывает, что и события показывают, что Азербайджан остается верен своей политике, выстраивание эффективных, взаимовыгодных отношений со всеми своими партнерами, свидетельством чего мы стали на днях, когда в Баку был подписан меморандум между Азербайджаном и Евросоюзом о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетической сферы. Что вот это вот меняет, кроме того, что Азербайджан увеличит поставки своего газа в европейские страны? Было осмучено, что Евросоюз будет вкладывать, собирается в экономику Азербайджана до 2 миллиардов евро, а также президент Азербайджана сказал о том, что продолжаются переговоры по заключению какого-то глобального, более глобального соглашения между Баку и Брюсселем. Начнем с конца. Отдельный договор в индивидуальном стратегическом партнерстве Азербайджана и Европейского Союза, он готовится давно. Это, можно сказать, драфт, вот версия, проектная версия договора, она была подготовлена Азербайджаном, а не Европейским Союзом. Это очень важный элемент. Может быть, поэтому он очень долго и обсуждается. И президент Азербайджана не раз говорил о том, что 90% этого договора готовы, остались согласовать оставшиеся 10. Мы, в принципе, понимаем, какая это часть. Для Азербайджана до войны было три критерия взаимоотношений с Европейским Союзом. Это невмешательство во внутренние дела, это экономическая целесообразность и отношение к армянно-азербайджанскому, нагромно-карабахскому конфликту. По двум позициям у нас с Европейским Союзом мнения расходились. Особенно по вопросу невмешательства во внутренние дела и двоякая позиция Европейского Союза в период подготовки, подписания ассоциативного соглашения еще и так далее. Когда они в нашем документе написали приоритет принципа территориальной целостности, а в проекте, который хотели подписаться Армении, написали приоритет принципа права народов на самоказе. После войны изменилось очень много. Особенно эти изменения начали проявляться после вторжения России в Украину. Европейский Союз стал более прагматичным. И это очень важно, поэтому я думаю, что до конца года даже возможно подписание этого документа равноправного, чтобы ни одна из сторон не вмешивалась во внутренние дела друг друга. Экономическая целесообразность очень важна, потому что 90% экспорта Азербайджана – это углеводороды, нефть и газ, и здесь мы не можем делать какие-либо преференции Европейскому Союзу. Наряду с этим могут появиться новые сферы экономического взаимодействия. Это и по сельскохозяйственной продукции. Но я бы, конечно, как эксперт хотел бы видеть здесь технологическое взаимоотношение, то есть партнерство в области технологий, потому что и вот эти цепочки, которые оборвались в период ковида, а сейчас еще хуже стало дело со всем этим, создают необходимость для того же Европейского Союза в создании производственных мощностей тех же самых чипов и недостающих элементов в непосредственной близости к себе. В принципе, Турция это поняла раньше, поэтому сейчас осуществляется этот экономический маневр создание экономической модели мини-Китая прямо под боком Европейского Союза, ну и Азербайджан может соградить определенную роль. А так, столпы наших взаимоотношений с Европейским Союзом, это, конечно же, сотрудничество в области энергетики и транспорта. И обе эти темы, они стали наиболее актуальны после вторжения России в Украину. И вот я думаю, что то, что подписали нынешний документ по энергетическим вопросам, это, наверное, процентов 30 уже согласованного, так скажем, большого договора между Европейским Союзом и Азербайджаном. Изменило это очень многое, потому что уже, в принципе, это и есть продолжение нефтяной стратегии Ейдар Алиева, который непосредственно участие принимал президент Аль-Хам Алиев и вот сейчас экстраполирует эти основные принципы на газовую политику и достигает еще больших успехов. Это, во-первых, сопряжение элементов безопасности Азербайджана с большим количеством государств, институтов и международных организаций, блоков и так далее. То есть на сегодня, если мы больше играем роль поставщика энергии в Европу, а в будущем и транспортно-логистической функции, соответственно, безопасность Азербайджана становится еще более важной для Европейского Союза, для блока НАТО, для Соединенных Штатов Америки, потому что мы фактически являемся союзниками, союзников Соединенных Штатов Америки. И это очень важно. Поэтому, если так подытожить ответ на этот вопрос, Азербайджан достигает своих целей в равноправно взаимовыгодном формате сотрудничества. И вся та инфраструктура, которая была создана за эти годы, к которой мало кто верит, трубопроводная, железнодорожная, автомобильная, она сейчас нужна, востребована. И вы представьте себе, если бы, например, не было бы Бакут-Белеси-Карса, то сейчас в авральном режиме началось бы это строительство. Оно уже есть. Конечно, сейчас новые вызовы. Вызовы не хватает контейнеровозов на Каспийском море, чтобы перевозить контейнеры с казахстанских и туркменских портов, бакинские порты. Последние ремонтные работы идут на территории Грузии, чтобы вот эту туннельную часть расширить и увеличить пропускную способность этой железной дороги. То есть сейчас в авральном режиме совместно с партнерами из Европы, из международных крупных компаний, которые занимаются перевозками, решаются эти вопросы как в бюрократической сфере, так и в непосредственной инфраструктуре. Но главное для этого – база, она уже была создана. Трубопроводы – это отдельная тема. То есть мощности южного газового коридора, они оценивались в 30-31 миллиард километров газа. Но есть возможности, если там добавить насосных станций и так далее, это уже специалисты знают лучше, но были такие мнения авторитетных людей и из руководства СОКАРа и так далее, что если провести модернизацию трубопроводных систем, возможно увеличить пропускную способность чуть ли не до 50 миллиардов километров. Но для этого нужны источники. А источников непосредственной близости к этому трубопроводу, к этой инфраструктуре достаточно. Это тот же самый Туркменистан, это Иран, это Северный Ирак, это Восточная Средиземномория. То есть в любых частях они могут подключиться к этому трубопроводу. И мы должны понимать, что практически везде, но в ТАПе поменьше, там около 20%, но в ТАПе более 50% принадлежит Азербайджану. То есть Азербайджан не то чтобы поставщик электроэнергии, но он и оператор, он владеет этой инфраструктурой и, соответственно, будет получать прибыль в этой сфере. Пархат, я внимательно вас выслушал, что-то новое, в принципе, для себя открою, потому что я у каждого аналитика, у каждого эксперта свой взгляд, свои академические познания и так далее. И вот что я хотел сказать. Вы отметили, что сейчас Запад старается усилить меры безопасности для обеспечения свободных поставок энергоресурсов, грузопотока и так далее. И вот хотел бы в этом ракурсе несколько событий свести в одно и дать вам на размышления почву. Значит, президент Азербайджана выступил на прошлой неделе на очередном совещании Кабинета Министров, посвященное подведению итогов развития Азербайджана в первом полугодии. Он выразил недовольство тем, что Армения до сих пор не начала активных действий в направлении реализации проекта Зангизурского коридора. Там и о железной дороге речь шла, и о автомобильной дороге. Кроме того, он заявил о том, что высказал в том числе и Министерству обороны России, и вообще о российской стране замечание, что военные армянские до сих пор не выведены с освобожденных территорий, несмотря на то, что это было закреплено пунктом в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Вслед за этим происходит встреча министров иностранных дел в Тбилиси. Вслед за этим Джейхун Байранов, глава МИД Азербайджана, МИД Сит в Брюсселе встречается с руководителем НАТО. И в этот же период Гереван посещает глава ЦРУ. То есть, как бы получается смена тенденции смещения каких-то баланса сил в регионе в сторону Запада? Ну, я бы не сказал бы прям такое смещение, но действительно очень большая динамика процессов. И вчерашнее заявление, например, переховного лидера Иерана относительно того, что он приветствует освобождение Карабаха, но выступает против изменения границ. Ну, он это адресовал Эрдогану и Путину. Но он должен, конечно же, адресовать это в первую очередь Армению. Потому что... Я вернусь к ответу на ваш вопрос. Нет, нет проблем. Но здесь есть и часть относительно вот этого всего дела. То есть, если Иран озабочен тем, что, возможно, перед хорикой границ, он тоже должен, как партнер Армении, стратегический партнер Армении, но очень близкий, подсказать руководству Армении, что нужно снять эти вопросы. Ведь позиция руководства Азербайджана ясна. И те пять принципов, которые предложены для мирного договора, они открыты, и они носят обоюдный характер. Главным краеугольным камнем является обоюдное признание территориальной целостности стран Армении, Азербайджана и Азербайджан и Армении. И вопрос снимается как таковой. То есть, если у господина Ахамнеи есть такие, так скажем, концерны, значит, ожидания, и он почему-то это говорит руководству Турции и России, в первую очередь это должен сказать премьер-министр Армении, что нужно снять этот вопрос в повестке дня, подписать мирный договор, и получить бумажку, где будет прописано обоюдное признание территориального церкви. Тогда, как минимум, решается вопрос на политико-дипломатическом уровне. И не встает вопрос о переходе границ. Поэтому адресат был выбран, я думаю, что неверно. И то же самое должны делать партнеры Армении и союзники Армении в лице Российской Федерации, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки. Потому что у каждой страны, у каждой вот этой институции есть свои интересы здесь. И как бы ни смотри, с какой бы страны ни подходи, к примеру, если западные интересы, у них здесь геоэкономические интересы, геополитические интересы, о чем мы с вами уже говорили в ответе на предыдущий вопрос. Но если вы хотите безопасно использовать транспортные возможности, транзитные возможности региона, энергетические ресурсы региона, чтобы это все было бы в безопасности, вы должны стимулировать Армению к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Чтобы снять этот вопрос, если Российская Федерация не хочет, чтобы здесь разгорелась бы война очередная, чтобы не становиться стороной в этой войне, потому что президент Азербайджан открыто сказал, что если они не перестанут поднимать тему статуса, которую в Азербайджане считают, отождествляют с территориальной претензией, то то же самое сделает Азербайджан. И азербайджанская претензия на территориальную целостность Армении, она, наверное, материализуется быстрее, чем все другие. И все карты могут быть спутаны. И поэтому Азербайджан ожидает в первую очередь и от Ирана, и от Соединенных Штатов Америки, и от Европейского Союза, и от России оказание влияния на руководство Армении, чтобы она пошла бы на подписание мирного договора на основе пяти принципов. И вот эти все телодвижения Запада, к примеру, они, например, на сегодня я могу сказать, что они половинчатые, потому что они не решают краевольные вопросы. Ну, договоримся мы по транспорту России, предположим. Ну, откроем мы там участки границ, сперва Нахчеван в Армению, потом Турки там откроют, начнется от строительства Зангизурского коридора и так далее. Ну, создаться какая-то атмосфера. Ну, если они не отойдут от темы статуса, упоминания его, поддержки Армена Тарабаха и так далее, к чему это может привести? То есть мы идем или от малого к большому, от вот этих шагов к большому мирному договору, или же заключаем мирный договор, создаем атмосферу для непостепенного, а для ускоренного решения вот этих малых дел. И для этого есть время. Два года, три года, четыре года, чтобы решать эти вопросы. Иначе, конечно же, эскалация будет. И последний. Азербайджан в течение вот этих 25 лет. Он смог сделать для одной очень важной вещи. Если этот конфликт в Армении, он задумывался над тем, чтобы оставить Азербайджан в сфере влияния какой-то страны, или же посредством этого конфликта влиять на внутреннюю политику Азербайджана, остановить реализацию энергетических проектов и так далее, Азербайджан смог сделать так, чтобы этот конфликт окупации 20% территории не помешало реализации этих проектов. Да, может быть, какие-то проекты были реализованы не в течение трех-пяти лет, а в течение десяти лет. Но это не значит, что мы не смогли это сделать. И мы сегодня видим результаты, что и нынешняя ситуация, она не останавливает Азербайджан от реализации задумок. У Азербайджана есть альтернатива. Вот мы через Иран, Нахчеван, и оттуда дальше строительство железной дороги Карст, Нахчеван, которая уже проектирована. Она уже, то есть вот те технические работы, о которых говорил президент Азербайджана, что Армения их не выполняла, вот Азербайджан и Турция уже завершили техническое обоснование и проектирование железной дороги Нахчеван-Карст. Но не приступает к ее строительству, чтобы дать возможность Армении, ну и сэкономить, и дать возможность Армении выполнять эту функцию, создать элемент взаимозависимости. Если этого не будет, если в очередной раз Армению пустят этот шанс, у Азербайджана есть альтернативы для реализации всего задуманного, но без этой страны. И потом уже Азербайджан вообще не будет заинтересован в том, чтобы вовлекать Армению в какие-то региональные проекты. Вот вопрос, я думаю, что состоит в этом. Вархат, а что касается чуть-чуть подробнее касательно визита главы ЦРУ в Ереван, можете сказать? Я не обладаю информацией, хотя посол по особым поручениям МИД Армении, ну один из приближенных Пашиняна, Эдмон Марукян, он назначен, но его особое поручение это озвучивать вот месседжи правительства Армении на всяких международных площадках и внутри страны. Вот у него такая общественная нагрузка, при этом неоплачиваемая официально. Значит, он вчера в интервью заявил о том, что это был региональный визит Бернса, хотя мы не обладаем информацией о том, что он посещал Грузию или Азербайджан. Ну, предположим, в Азербайджане не сказали бы об этом, но в Грузии уж точно бы показали бы Бернса, потому что, ну это в интересах самой Грузии, показать живого Бернса директора ЦРУ Грузии, видите, у правительства такой интерес, показать, что с Америкой у нас все хорошо, хотя грузинского правительства сейчас неужели, очень хорошо с Америкой. Вот. Что касается, может быть, они подразумевают уже Армению как ближневосточную страну, и это региональный визит по Ближнему Востоку, и он посетил Армению именно в рамках этого визита, тоже не могу сказать. Я могу сказать только то, что в 2011 году, когда Бернс занимал должность заместителя облашения государственного департамента, и, кстати, он три года был заведующим региона Южного Кавказа в госдеке. То есть он знает всю подноготную этого процесса между Азербайджаном и Азербайджаном, и обладает полной информацией. Ну, и кроме того, что он еще и специалист по России и так далее, это отдельный вопрос, но он именно занимался Южным Кавказом. В 2011 году он открыто заявлял о том, что статус-кво он не сильный, и Армению нужно принимать решение. Именно Армению нужно принимать решение. И очень интересно, что это предложение нашло свое отражение в заметке на сайте «Радио Свобода» относительно визита Бернцева в Армении». То есть они вдруг вспомнили именно это предложение, высказанное в 2011 году. Тоже очень символично. Я, кстати, написал в телеграм-канале, что я почему-то вспомнил 2009 год, «Сюриховский протокол», где Лавров писал на Албандяну, и Эдик подписывал на бумажном описании. И вот почему-то у меня зародилась такая ассоциация, что вот визит Бернца сопоставим вот с этим, с этой бумажкой, да, с императивной просьбой о том, что нужно что-то делать, чтобы обеспечить безопасность этого региона. Потому что действительно, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что, чтобы сухопутно добраться из Европы в Азию, из Черного моря, в Центральную Азию, возможно, только через эту регию. Вот просто посмотрите на Центральную Азию, карту. Как американцам физически взаимодействовать с этим регионом? Ну, с севера Россия нависает, с востока Китай, с юга это самая в кавычках предсказуемая стабильная страна в мире Афганистан. И Иран. Ну, вот как, например, Западу, Европе, Соединенным Штатам взаимодействовать, физически взаимодействовать со страной Центральной Азии? Я вам говорю только один параметр важности Южно-Кавказской регии. Один параметр. А там еще есть несколько энергетика, логистика, об этом мы уже с вами говорим. Поэтому, я думаю, что вот эти все компоненты, они заставляют именно Запад в некоторой степени даже, может быть, консолидироваться с Россией о том, чтобы, во-первых, здесь не было бы войны, но насколько глубоко они пойдут. Азербайджанская позиция заключается в том, что не нужно делать половинчатых шагов. Разрубите этот узел, подпишем мирный договор и после этого уже мир, дружба, май. То есть реализация и проектов север-юг, и восток-запад и так далее. То есть не вовлекайте наших героев пространство конкуренции конфликта, а для этого нужно, во-первых, затушить потенциальные угрозы, которые могут привести к очередной войне. север-юг. большое, Фархад. Еще раз за очень обстоятельные ответы, за обстоятельные интервью. Благодарю за то, что вновь откликнулись на мою просьбу. Вы извините, что в таком режиме аврального я вас подбеспокоил. Сами видите, сколько событий сразу. хоть мы с вами недавно общались, пожелаю удачи вашему новому проекту, всем вашим позитивным, может, и политическим начинанием жизни непредсказуемо. Может, и в политику подадимся, кто знает. Еще раз вам большое спасибо. Вы смотрели уважаемые зрители интервью с главой Центра Исследования Южного Кавказа экспертом, я уже назову экспертом дискуссионного клуба Валдай, бывшего руководителя Центра Стратегических Исследований при президенте Азербайджана Фархадом Мамедовым. Еще раз спасибо, Фархад. Всего хорошего. спасибо. Продолжение следует...